Хорошая новость, вернее даже не одна, а несколько, которые объединены одним смыслом, а именно тяжелая поступь приближающегося к своей инаугурации Дональда Трампа разбудила Европу. Европа очнулась от спячки очевидной, в которой она впала на протяжении последних лет и снизила свою активность в отношении этой чудовищной опасности, которая надвигается с Востока. Представление о том, что Трамп может уменьшить помощь Украине, приложив основную ответственность на происходящее на Европу, Европа явно проснулась и произошли следующие события. Во-первых, вчера в Киев прибыл кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Фридрик Мерц, который является наиболее вероятным будущим канцлером ФРГ. То есть это действительно человек, я думаю, что это очень хорошая новость, во-первых, то, что он, скорее всего, будет избран канцлером ФРГ, потому что это человек, который, конечно, существенно, намного более решительно поддерживает Украину. И вчера вот состоялась его встреча с президентом Украины Зеленским, в ходе которой Мерц сказал, что Европе нужна стратегия, которую не могут в одиночку разработать ни Германия, ни Франция, ни Великобритания. И что эту стратегию надо разрабатывать совместно, и что для этой цели необходимо создать некоторую контактную группу. Зеленский сказал, что он давно уже собирается это делать, и в эту контактную группу он предложил еще включить Данию. Ну, по крайней мере, в разговоре с Мерцем он назвал Данию, но, судя по всему, туда еще может войти и Италия. Помимо этого, Мерц подтвердил свою готовность предоставить Украине ракеты «Таурус», что действительно тоже существенно, конечно, не изменит ситуацию на поле боя, но, тем не менее, позволит уменьшить военный потенциал России и, по крайней мере, уменьшить количество тех ракет и бомб, которые летят в сторону украинских городов. Так что это хорошая новость. Причем, конечно, ракет «Таурус» у Феррега не так много, но, по крайней мере, речь может идти о нескольких сотнях. То есть это, на самом деле, безусловно, существенное подспорье. Ну, и то, что сейчас уже фактически идет организация, первая встреча контактной группы пройдет в декабре, что принципиально важно, что это будет до всех этих событий, которые пройдут в январе. То есть к моменту, когда Трамп начнет выстраивать свою конструкцию перемирия, свою переговорную конструкцию, к этому времени уже позиция Европы вместе с Украиной будет сформирована. То есть, на самом деле, Украина будет представлять на этих переговорах не только саму себя, но и согласованную позицию ведущих стран Европы. Это очень важно, это существенно может изменить ситуацию, потому что, на самом деле, определенная асимметрия геополитическая, когда, с одной стороны, на этих переговорах будут Соединенные Штаты Америки, с другой стороны, Россия, ну, и Украина здесь выглядит как-то, может выглядеть не очень уверенно. А если за Украиной будет стоять Объединенная Европа, фактически, то это существенно выравнивает ситуацию в ходе переговоров. Так что, мне кажется, это очень хорошая и важная новость, то, что вот это произошло. Ну, по крайней мере, сейчас не видно препятствий для того, чтобы в декабре эта встреча состоялась. И это, как мне кажется, еще очень важная замена вот этого второго саммита мира, потому что, на самом деле, ну, какой второй саммит мира, о чем в нынешней ситуации. А вот эта контактная группа, которая вырабатывает совместную позицию Европы и Украины, мне кажется, это очень важно. И то, что там будет порядка 5-6 стран вместе с Украиной, это действительно создает... Тем более, что все эти страны, здесь ФРГ, Польша, Италия, Франция, Великобритания, возможно, да, ну, Дания, как сказал Зеленский, то есть, на самом деле, это страны практически единомышленники. Особенно, если будет новый канцлер, то это будет совсем уже, ну, как мне кажется, достаточно однородная компания. Вот, им будет легко договориться, при том, что не будет ни Венгрии, ни Словакии. Это, мне кажется, очень-очень хорошая новость. Помимо этого, еще параллельно идет, как мне кажется, тоже очень важный процесс. Это, действительно, сосредоточение Европы против России, против российской угрозы. Речь идет о заявлении, о недавнем заявлении, значит, ну, вновь назначенного такого главы оборонного ведомства Евросоюза Андрюса Кубилюса. То есть, эта должность, насколько я понимаю, введена впервые, и вот ее занял бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который заявил о том, что для противостояния российской угрозе Европейскому Союзу нужен большой взрыв, так он выразился, большой взрыв в оборонной сфере. Речь идет о радикальном увеличении расходов на оборону, речь идет о сумме не менее 530 миллиардов долларов, которые необходимо в течение ближайшего времени, ближайшего десятилетия инвестировать дополнительно в оборону. То есть, речь идет о дополнительном вливании не менее 530 миллиардов долларов. Именно это называет Андрюс Кубилюс большим взрывом, то есть, речь идет о серьезном повороте европейской экономики в сторону военных расходов. И основывается он, причиной этого он ссылается на оценки европейских разведслужб, которые утверждают, что Россия может быть готова к военной агрессии против Европейского Союза или стран-членов НАТО до 2030 года. То есть, мы видим, что действительно происходит серьезное, это все серьезные люди, это люди, которые возглавляют либо свои страны, либо готовятся возглавить страны, либо возглавляют соответствующие структуры Европейского Союза. То есть, на самом деле, действительно происходит такое, я бы сказал, пробуждение Европы и сосредоточение ее против России, против российской угрозы. Думаю, что это хорошая новость, особенно с учетом вот тех, той настороженности, которая связана с приходом Дональда Трампа, который, как известно, заявляет о том, что он готов сократить помощь Украине. Но, опять-таки, это вопрос открытый. А вот что касается Европы, то здесь, я думаю, что решения принимаются, они зреют, и это, в общем, плохая новость для Путина и хорошая новость для Украины. Ну и завершая вот этот предварительный обзор наших событий дня, я хочу поделиться с вами еще одной новостью, которую я не могу назвать хорошей, но она, знаете, как из серии «Их нравы» или там «Удивительные рядом», это журнал «Тайм» вчера опубликовал шорт-лист претендентов на звание человека 2004 года. И здесь Камала Харрис, здесь, значит, принцесса Уэльская, здесь Илон Маск, здесь Нитаньягу, значит, президент Мексики, Дональд Трамп, естественно, куда же без него, Марк Цукерберг, ну и вишенка на торте – это Юлия Навальная. Здесь я должен сказать, что вообще отношение к этому званию «Человек года» просто в описании, что такое «Человек года». Это человек, который показал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев, во благо или во вред. Это важное дополнение, потому что, на самом деле, в истории этой премии, она, если не ошибаюсь, с 1927 года вручается. Ну, это не премия, это звание «Человек года». И был «Человеком года» дважды Иосиф Сталин в 1939 и 1942. Был Гитлер, назван «Человеком года» в 1938 году. Никита Сергеевич Хрущев в 1957 году был. Ну, понятно, почему 1957, потому что 1956 год, год 20-го съезда. Вот, Юрий Андропов назывался «Человеком года», Михаил Сергеевич Горбачев и Владимир Путин уже был «Человеком года» в 2007 году. В связи с чем, не знаю. Ну, видимо, в связи с Мюнхенской речью, я так понимаю. То есть, «Человек года» может быть со знаком «плюс» или со знаком «минус». То есть, понятно, что Путин, Сталин, Гитлер – это назывались «Человеком года» не, что называется, от хорошего настроения. Но, тем не менее, возникает вопрос. Вот мне просто хотелось бы понять, при всем, так сказать, понимании, кто такой Алексей Навальный, но, тем не менее, вот Юлия Навальная, действительно ли люди, которые выдвинули ее в качестве кандидата на звание «Человеком года», они считают, что вот среди 8 миллиардов людей планеты Земля Юлия Навальная оказала наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. Просто хотелось бы понять, каким образом она оказала влияние на мир, самое большое влияние из всех людей Земли на мир за последние 12 месяцев. Как? Какое влияние? Каким образом? Вот это хотелось бы просто понять. То есть, такое ощущение, что вот эта номинация становится, ну, чем-то вроде как, вот, мне это напомнило, я не знаю, как вам, дорогие друзья, но мне это напомнило, как Рамзан Кадыров награждает своего сына, вот этого избивателя заключенных, все новыми и новыми медалями. Ну, просто потому, что родной человек вот берет и ему вешает одну медаль за другой. Уже на спину скоро придется вешать. И вот можно по-разному относиться к Юлии Навальной, но, тем не менее, вот эта идея, сделать ее «Человеком года», ну, посмотрим, это шорт-лист. Вот. Посмотрим с интересом, будем наблюдать за тем, что что в итоге у них получится в качестве «Человека года». Ну, и сегодня еще, насколько я понимаю, должно быть вручение Нобелевских премий. Премия завтра обязательно откомментируем, что что у них там получилось. То есть, это Нобелевская премия, как такая микрофотография такого состояния умов западного мира. Тоже довольно интересно. Завтра об этом поговорим. Значит, я по, значит, как принято раньше было, сто лет назад выражаться, по многочисленным просьбам трудящихся, то есть подписчиков, сделал опрос. Вопрос, как вы знаете, наверняка, потому что две с половиной тысячи. Я после часа того, как висел этот опрос, остановил, зафиксировал цифры, приняло участие в вопросе две с половиной тысячи человек, и вопрос был такой. Как вы оцениваете падение режима Асада в Сирии? Вопрос этот был поставлен, потому что некоторое количество людей возмущалось, почему я оцениваю это как положительное явление. И говорили, вот это безобразие, это плохо, давайте сделаем опрос. Ну, сделали. Результаты такие. 80, ну, вот видите, на своих экранах, что у нас получилось. 86% оценивают падение режима Асада в Сирии как положительное явление. отрицательно оценили 3% и затруднились ответить 11%. Я прекрасно понимаю, что это, что называется, неокончательная новость. Понятно, что дальше будет ясно, что из себя будет представлять то, что будет происходить в Сирии, как это отзовется на гражданах Сирии, как это отзовется на соседях. То есть, это на самом деле понятно, что какая-то окончательная история не останавливается, но я просто не знаю, вот люди, которые говорят, что это плохо, ну, как вот я уже вчера мы с вами говорили об этом событии, я упомянул здесь и Юлию Натанину, и Шлосберга, которые сказали, что это ужасно, приходит к власти гораздо худше и так далее. Я просто не знаю. Ну, вот смотрите, можно, конечно, оценивать по-разному тех людей, которые сейчас свергли Асада, но, во-первых, они еще к власти не пришли, непонятно, кто все-таки придет и каким образом, что это будет, будет ли это какое-то коалиционное правительство, или будет не исключено, что будет какая-то война группировок, которые свергли Асада, все может быть, но сейчас можно сказать одно, давайте просто смотреть, можно ли назвать иначе, как положительной новостью освобождение тысяч и тысяч заключенных из ужасных тюрем, просто те люди, которые вот говорят, что здесь еще надо сомневаться, хорошо ли это или плохо, падение режима Асада, ну, наверное, эти люди не видели кадры освобождения людей из тюрем, не видели, что там происходило, какие это, это действительно тысячи и тысячи людей, которые на протяжении десятилетий томились в ужасных, просто в абсолютно нечеловеческих садистских условиях, вот они сейчас выходят на свободу, это хорошо или плохо? Я считаю, что это хорошо, значит, большое количество беженцев готовы сегодня вернуться в свои дома, напоминаю, что 6 миллионов беженцев в Сирии находились, 3 миллиона в Европе, 3 миллиона в Турции, и вот на сегодняшний момент они готовы вернуться в свои дома. Это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. То, что Путин получил серьезнейшее поражение, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. То, что режим, режим, иранский режим потерпел серьезное поражение, и у него возникли серьезные коммуникации, дело в том, что серьезные проблемы с коммуникацией, с доставкой оружия и любых форм поддержки в их этим самым прокси организациям, то есть Сирия была транзитом, через который, поскольку Сирия тесно связана была с фактически сама Сирия являлась прокси-режимом Айитол, и Сирия была транзитной территорией, по которой поступала помощь Хамасу, Хизбалле и Ямельским Хуситам, ну прежде всего Хамасу и Хизбалле, и сейчас, после того, как режим Асада рухнул, то, естественно, вот этот транзит, он исчезнет, его не будет, и это означает очень серьезное ослабление врагов Израиля, Хамаса и Хизбаллы, то есть, на самом деле, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. То есть, можно перечислять дальше вопросы, хорошо или плохо. Что же касается опасений, что вот это вот, значит, российские военные, которые присутствовали в Сирии, что они перейдут теперь в Украину, то сколько там этих военных? Вчера мы как раз, я специально задал вопрос Сергею Маратовичу, он сказал, что это абсолютно пренебрежимое количество людей, которые там, российских войск, которые находились там в Сирии. То есть, это абсолютно ничтожное количество, поэтому никакого ужаса, то есть, участия в переброске вооруженных сил России из Сирии в Украину не произойдет. Так что, это нельзя считать как негативное событие. Ну, а дальше посмотрим. Вот такие вот, такая вот, такой вот опрос. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Вопрос от Анны. Видели ли вы, как переобулись телепропагандисты Асада? Очень жду второй серии о российских путинализов. Не могли бы вы уточнить у нашего гостя, военного эксперта, насколько серьезно силы русских были выведены с территории Сирии, какое влияние они могут оказать на украинском фронте? Ну, я частично уже ответил на этот вопрос ответ нулевое. Нулевое. Это был вчера ответ Сергея Маратовича. и я, в общем, до этого предварительно тоже говорил в нашем с вами эфире. Ну, на всякий случай просто я решил подкрепить свое мнение мнением уважаемого эксперта. Диана, очень хочу услышать ваше мнение. Не рановато ли нам в Израиле радоваться событиям в Сирии? Не может быть так, что мы еще будем сравнивать удравшего в Москву офтальмолога с пришедшими бандитами, которые, кроме мести убивать, ничего мирного не знают. Уважаемая Диана, ну, пока, исходя из первых шагов руководителей вот этих повстанцев, ну, пока ничего угрожающего нет. По крайней мере, значит, отменили ношение хиджабов. Насколько я знаю, в Сирии так особенно хиджабы-то и не носили, но, тем не менее, позиция, первая позиция вот этих руководителей, этих формирований, это отмена ношения хиджабов. То, что они опираются действуют весьма аккуратно и осторожно, то есть, опираются на, так сказать, премьер-министра ассадовского правительства, который пока на переходный период остается, так сказать, руководителем и распорядителем, управленцем на хозяйстве, на государственных структурах. То есть, они, в общем, и заявление о том, что они собираются строить Сирию как общий дом для всех сирийцев, вне зависимости от политических, религиозных взглядов, это обнадеживает. То есть, это не будет вот такой воинствующий джихадизм, который, так сказать, уничтожает неверных. Нет, судя по всему, они рассчитывают на совершенно другие, другую перспективу. И, судя по всему, это будет все-таки какое-то сотрудничество с соседями, в том числе с Западом. Ну, к сожалению, для нас это, в том числе, они, так сказать, устанавливают какие-то контакты с Россией, но это бог с ним. Самое главное, чтобы внутри не было резни. Похоже на то, что они на это не ориентированы, на резню имеется в виду. Ну, и вот такой вот жесточайший режим, как в случае Талибана, скорее всего, не будет. Ну, посмотрим. Это, на самом деле, первые шаги. Тут судить пока рано. Так, вопрос от Жорика. Зачем Фейгин посещал Суджу? Это пиар? Ну, дело в том, что Марк Захарович недавно был у нас с вами в эфире на нашем канале, если не ошибаюсь, в пятницу, по-моему, или, да, скажи, нет, в воскресенье, вот, в воскресенье, то есть позавчера он был у нас в эфире, и он подробно объяснил, зачем. Да, я так от себя могу сказать, безусловно, элемент пиара здесь есть, конечно же, но основная задача, как он объяснил, что его, он хотел показать, что вот мы можем вернуться, вернуться не так, как Навальный, рискуя жизнью, в конечном итоге в лапы упырю, а вернуться на броне украинских танков, вот, примерно так, это вот такой вот, ну, можно считать это пиаром, можно считать это такой спецоперацией, которую Фейгин в личном качестве организовал себе, показать всем, что, в общем, иногда мы возвращаемся, вот, ну, опять-таки, это его проект, я считаю, я оцениваю этот проект Марка Фейгина, как достаточно положительный и значимый. Лилия, разве не Турция явилась главной организующей силой в крахе режима в Сирии, война в Украине и конфликт в Израиле тоже к этому способствовали, но вооружал и готовил повстанцев Эрдоган, не так ли? Я не знаю, на каких весах можно взвешивать роль каждой вот этой вот стороны, которая поучаствовала, я думаю, что все-таки роль Израиля, который фактически обезглавил и обескровил Хизбалу, важнейший, важнейшую подпорку Асадовского режима, и роль вооруженных сил Украины, которые заставили Путина, ну, скажем так, заблокировали возможность для Путина принимать участие в поддержке Асада. Я думаю, что их роль, пожалуй, все-таки более весома, чем роль Эрдогана. Тем более, что Эрдоган, там все-таки не одна группировка, и есть группировки, которые Эрдоган поддерживал, есть группировки, которые, так сказать, с турками относятся, так сказать, перпендикулярно, поэтому, ну, роль Эрдогана, конечно, очень велика. Тем более, что Эрдоган, безусловно, и Турция, безусловно, является одним из самых главных бенефициаров падения Асадовского режима. Так что, они, в общем-то, вознаграждены. Так, Станислав Огурцов. Предлагаю вам мысленный эксперимент. Если бы Запад заранее знал, к чему скатится самый большой осколок СССР, что он должен был сделать в 1991, чтобы не допустить этого. Вы знаете, я здесь я как-то очень осторожно отношусь вот к такими, к таким играм со временем. Знаете, очень, очень убедительно выглядит эффект бабочки. Да, там, потом вдруг неожиданно этот, так сказать, тут бабочку потревожишь в прошлом, а потом в будущем неожиданно, так сказать, метеорит на голову упадет. И не обязательно тому, кто потревожил. Поэтому, вот, путешествия в прошлое, я так, к ним очень осторожно отношусь. Но, тем не менее, если убрать эффект бабочки, то, конечно, прежде всего не надо было устраивать вот эти вот игры с Водопештским меморандумом. Я думаю, что последствия от этого мероприятия плохие. Если бы ядерное оружие осталось у Украины, у Казахстана и Беларуси, глядишь, поаккуратнее был бы, например, Россия с нападениями на соседние страны и вообще с разговорами о мягком подбрюшье центрально-азиатском и так далее. Поэтому, думаю, одно из тех мер, которые стоило бы принять, это не устраивать глупости с Будапештским меморандумом, не отбирать у Украины, Казахстана и Беларуси ядерное оружие. Я не думаю, что Украина или Казахстан или Беларусь сильно повышали бы риски ядерной войны. Но какой-то баланс был бы. Что еще? Еще я думаю, что, понимаете, воздействовать на внутреннюю ситуацию в России извне довольно сложно. то есть, там все-таки процесс шел автономный. И сказать, что у Соединенных Штатов Америки, у Запада в целом были какие-то серьезные рычаги воздействия на Россию, не думаю. Думаю, что нет. Думаю, что там шел внутренний процесс, на который Запад влиять мог очень-очень ограниченно. Там разговоры о том, что надо было раньше санкции вводить, это все ерунда. Санкциями, без санкций шел внутренний процесс. Есть конкретные авторы глупостей, которые были сделаны в России в начале 90-х. Поэтому я думаю, что воздействие Запада очень ограничено. Еще раз подчеркиваю, это у России на тот момент была очень высокая степень автономии. Очень высокая степень. И то, что там были американские советники, западный контакт, это все слушали, знаете, все эти российские васьки, они слушали да ели. Так что думаю, что не получилось бы не допустить этого скатывания. Тем более, еще раз говорю, что какое-то воздействие на вот извне, тот самый эффект бабочки он мог вполне случиться. Знаете, в этом смысле очень неплохо у Гегеля иронии истории, когда преследуя какие-то цели, люди получают обратный результат. Саня из Ульяновска, ну, такое вот хмыканье сначала, вроде как у меня, значит, и вопрос, а когда иранцы прогнали Шаха и пришли Айталы, это, безусловно, позитивное событие, иронизирует Саня из Ульяновска, когда ликвидировали Садама и возник запрещенный в АРФ ИГИЛ, тоже, безусловно, позитивное, а жители многострадальной Ливии стали, безусловно, позитивнее жить после свержения режима Каддафи, по мне, так, безусловность тут только одна, хрен редки не слаще, это как минимум, не согласен с вашей оценкой, организуйте опрос, где затрудняюсь ответить, и будет этим несладким вариантом. Так вот, уважаемый Саня, вопрос организован, результат вы знаете, что называется, по заявкам подписчиков. Вот, отвечая на ваш иронию, на ваш сарказм, я просто хочу сказать, что, понимаете, да, безусловно, когда прогнали Шаха, Шах был тот еще упырь, стало хуже, это правда, когда ликвидировали Садама, здесь я с вами не согласен, потому что Садама, это все-таки был упырь, безусловно, достаточно серьезный, поэтому он представлял собой большую угрозу окружающим странам, ну, ИГИЛ, конечно, здесь тот случай, когда хрен речь к не слаще, но я единственное только хочу сказать одно, что, вы знаете, все-таки вот метод аналогий, ситуация в Сирии совсем другая, она совсем другая, и это то, что происходит сейчас в Сирии, история это открытый процесс, и совершенно не значит, что если когда-то свержение одного упыря приводило к вот таким последствиям, которые хуже, приходит еще худший упырь, это совершенно не значит, что так всегда, что не надо свергать упрек. Знаете, главное, что мне не нравится вот в вашем этом сарказме, уважаемый Саня, что вы тем самым, по сути дела, подводите нас всех к одной очень простой мысли, не надо трогать Путина. Понимаете, это вот то, что очень многие представители так называемой партии родной крови держат за пазуху вот этот камень, когда они говорят, что вы знаете, вот ужасный ассовский режим, не надо его трогать, потому что придут еще худшие. Нам то же самое говорят про Путина, не надо трогать Путина, потому что придет еще худший правитель. Не дай Бог. По сути дела, это говорит Шлосберг, это говорят все вот эти представители партии родной крови. Значит, не надо любое свержение Путина обязательно приведет к тому, что к власти придет еще худший. Вот мне это не нравится, я так не считаю. Я считаю, что есть варианты, я считаю, что история это открытый процесс. Я считаю, что я не знаю, я сейчас очень сильно я рискую получить огромное количество врагов из числа сирийских патриотов, но я не знаю, возможно, возможно, это должен говорить человек и утверждать человек, который лучше разбирается во внутренней ситуации в Сирии. Возможно, какая-то децентрализация Сирии может быть благом, потому что действительно есть в Сирии люди, которые не очень хотят жить друг с другом. Прав ли вот этот лидер повстанцев, который говорит, что он собирается построить Сирию для всех, удастся это? Очень хорошо. Не удастся? Ну, тогда, может быть, действительно, вот это государство может пройти какой-то центробежный процесс, раздел Сирии и так далее. может быть так, я не знаю, это пока такие беспочвенные фантазии, довольно безответственные, но я еще раз подчеркиваю, что режим Асада это было абсолютное зло, и его свержение это благо, безусловно. А дальше открытый процесс. Сможет народ Сирии действительно построить какое-то нормальное дееспособное государство, в котором люди будут нормально жить? Я не говорю сейчас о демократии, я сейчас говорю просто о нормальной жизни, такой, как, я не знаю, например, в Саудовской Аравии, не бог весь, какая демократия, никакой демократии там нет, но тем не менее нормально, Эмираты, Саудовская Аравия, да тот же Катар, в конце концов, да та же Иордания, в конце концов, то есть, на самом деле, есть большое количество стран, в которых жизнь нормально организована, то есть, там, по крайней мере, есть жизнь, есть вода, есть электричество, есть еда, есть работа для людей, то есть, да, со свободами проблемы, но это люди устраивают свою жизнь так, как считают нужно, я думаю, что шансы у Сирии есть, а режим Асада, это был вот этот громадный камень, который лежал на пороге к нормальной человеческой жизни для сирийцев, возвращаются люди сейчас, понимаете, возвращаются, беженцы возвращаются в Сирию, вот голосование ногами, это самое убедительное доказательство того, что у Сирии есть перспектива, понимаете, в Россию из эмиграции не бегут, а в Сирию возвращаются люди из эмиграции, я не знаю пока количественного измерения, но, по крайней мере, этот процесс уже идет, Роберт, вам можно где-нибудь в личку вопрос задать, если у вас найдется пять минут на ответ, ну, это очень просто, уважаемый Роберт, я уже несколько раз писал непосредственно в комментариях, и для всех хочу сказать, если есть желание просто как-то пообщаться, то это очень просто организовать, у нас есть телеграм-канал, в этом телеграм-канале есть чат, он называется, так называется, Игорь Яковенко медиафрения чат, и вот там надо просто сказать, что я прошу какой-то личной коммуникации, я тогда захожу на ваш канал, на вашу страницу, и мы начинаем переписываться, если есть к этому какая-то потребность, естественно, я вряд ли могу часами разговаривать, но если есть серьезная тема, то почему бы нет, я для этого собственно говоря и завел этот ютуб-канал, чтобы вместе думать, давайте это делать в любом формате, так, вопрос от Антонины из Беларуси, помню, 7 октября 2023 года, вы и многие другие спикеры говорили, что нападение Хамас на Израиль однозначно выгодно Путину, но по иронии судьбы, нападение Хамас на Израиль в итоге очень ускорило падение Асада, которое Путину уж очень невыгодно. Как считаете, по прошедствии более чем года суммарный эффект от 7 октября для Путина больше положительный или отрицательный? Если отрицательный, то говорит ли это о том, что режим Путина заметно ослабевает? Вы знаете, то, что режим Путина ослабевает, пока не очень заметно, но то, что его не хватило на войну на два фронта, это очевидно. Ведь то, что Путин не смог помочь Асаду, это не связано с тем, что режим ослабевает. Просто режим очень сильно втянулся в войну с Украиной, и поэтому на два фронта сил не хватило. То есть, речь не об ослаблении режима, а о том, что режим полностью погружен в эту безумную войну, преступную войну против Украины. Можно ли говорить об ослабевании режима? Нет, наверное. Но, если говорить о эффекте, вы знаете, так нельзя считать, то есть, любое событие, его надо оценивать в данный момент, вот здесь и сейчас. И то, что произошло 7 октября, тут уши Путина, безусловно, торчали, не случайно, что главарь Хамас тут же побежали первый свой визит, они сделали в Москву, побежали к папочке советоваться после вот этого чудовищного теракта. Ну, а что касается дальнейших последствий, понимаете, опять-таки, ну, является ли, например, рождение человека событием хорошим для этого человека? Скорее всего, да, это хорошо, человек получил жизнь. Но, с другой стороны, в результате целого ряда промежуточных каких-то событий человек умирает. Означает ли это, что рождение человека, которое является одновременно шагом к смерти, плохим событием? Конечно, нет. Ну, то есть, нельзя так говорить, что если в результате целой цепочки событий вот это теракт 7 октября привел в конечном итоге, опосредованно привел к тому, что Израиль начал уничтожать Хамас, начал войну против Хизбаллы, в конечном итоге обезглавил и обескроил Хизбаллу, что, в свою очередь, привело к падению в том числе к падению режима Асада. Ну, это отдаленные последствия все-таки, поэтому я думаю, что так рассуждать нельзя. То есть, такой ход рассуждения, он возможен, но он неконструктивен. Я привел пример, может, он вам покажется неудачным, но это как раз просто доведение до абсурда вашей логики. То есть, когда человек рождается, то он делает первый шаг к смерти. Означает ли это, что рождение человека это плохое событие, потому что оно является первым шагом к смерти? Ну, я понимаю, что это доведение до абсурда, но тем не менее, вот я попытался объяснить, почему я против такой логики. Не знаю, насколько уважаемая Антонина вас это убедила. Вадим. Для торжества зла достаточно бездействия хороших людей. Известная фраза, которую также говорил Навальный. Вопрос первый. А вы можете мне пальцем показать на этих хороших людей, которые все продолжают бездействовать? По именам, какие политики или другие люди способны остановить войну, это эти хорошие люди. Им вот только начать действовать и сразу уничтожить все зло, они будут уничтожены злом. Второй вопрос чуть позже, а сначала на первый вопрос. Уважаемый Вадим, вы знаете, вот эту конструкцию про бездействие хороших людей, вы ее изобрели, вы ее придумали, и почему-то мне приписали и предложили мне назвать этих хороших людей. У меня была совершенно другая конструкция. Я понимаю, на что вы отвечали. Я говорил не о каких-то конкретных хороших, в кавычках людях, которые своим бездействием могут остановить войну, но не хотят этого сделать. Понимаете, вы используете прием, который называется соломенное чучело. Вы приписываете оппоненту, то есть мне, абсолютную глупость, и потом над этой глупостью смеетесь. Ну, это софистика. Так дискуссии не ведут, так вместе не думают. Вот, поэтому, уважаемый Вадим, я хочу сказать, что я имел в виду и говорил совершенно другое. Я говорил, что опорой путинского режима, главным становым хребтом путинского режима, являются не хорошие люди, которые бездействуют, а люди, которым вообще на все наплевать. основная масса населения России это равнодушные. Это люди, которые ничего не хотят, которым ничего не интересно. Они, конечно же, не могут остановить войну, но им все безразлично. И с их попустительства фактически создается обстановка, при которой на этой площадке полного равнодушия горцуют, танцуют сторонники, реальные сторонники путинского режима, упыри, которые хозяйничают, которые сажают в тюрьму, доносят, убивают, устраивают войну, поддерживают ее и так далее. Это совсем другая конструкция, понимаете? Совсем другая. И тут не надо никого пальцем показывать, потому что таких людей большинство в России. Это и есть население России. Я могу пальцем показать в сторону России, сказать, вот это население России. Оно таково. И оно является становым хребтом, оно является главным пособником путинского режима. Без различия. А не то, что какие-то хорошие люди, которые могут остановить войну, но этого не делают. Нет, это не так. Второй вопрос. Противоречит ли фанатичному пацифизму решение истреблять психопатов, начинающих войны с миллионами жертв? То есть, пацифична ли ликвидация тех, кто отказывается жить в мире? Мне неприятно, когда свою трусость и тупость люди называют пацифизмом. Я не знаю, Вадим, так сказать, весь ваш пафос вот этого клеймления так называемого пацифизма вы против кого адресуете? Это кто? Это кто так говорит и делает? Если вы имеете ввиду, например, Льва Марковича Шлозберга, который говорит о категорическом запрете начинать войны, то, ну, наверное, да. Я начал нашу с вами сегодняшнюю беседу с хорошей новости с ликвидации упыря, которого я считаю, что очень хорошо сделали, я так понимаю, что это, скорее всего, все-таки украинские спецслужбы, ну, или какие-то неравнодушные люди, которые его ликвидировали. Поэтому я не понимаю, о чем вы говорите. Если речь идет о так сказать людях, которые считают, что нельзя силовыми методами бороться с врагом, ну, да, я не знаю, можно их назвать пацифистами, я не знаю. Это дело вкуса, это вопрос терминологии. Вопрос от Фиши. Только что упала диктатура клана Асадов, они правили 53 года, не 53, 55, это маленькая корректировка, но рекорд у клана Алиева, их клан власти уже 54, я почему уточнил, что 55, что все-таки клан Асадов дольше правил, чем клан Алиева. Ему рисуют, дальше Фиши пишет, ему рисуют почти 100%, когда голосуют, есть надежда, что повалят, вопрос, или в Азербайджане нет демократии, народ мезмолвствует, а Алиев уничтожает оппозицию, грабит народ, принимает Путина и всех, всех там такое устраивает, недавно режим Алиева убил известного оппозиционера Искандерли во Франции, и молчок всюду, может вам как-то удастся пригласить к себе какого-то реального оппозиционера, хорошо бы послушать, есть ли там борьба хоть какая-то с режимом Алиева, я согласен с вами, я считаю, что действительно это диктаторский режим, безусловно диктаторский авторитарный режим, никакой демократии там нет, действительно вот последние парламентские выборы, которые прошли в Азербайджане, они прошли, впервые на них не пригласили ПАСЕ, парламентская ассамблея Совета Европы, было действительно беспрецедентное гонение на прессу, на оппозицию, на просто критиков власти, то есть значит проблема связана безусловно с тем, что Азербайджан воспринимается как альтернатива российскому газу, и это конечно создает для Европы такую повышенную толерантность к этому режиму, то, что на сегодняшний момент действительно гонения на прессу невероятные в Азербайджане, там целыми редакциями журналистов отправляют в тюрьмы, на сегодняшний момент количество политзаключенных, я сейчас что называется специально не занимался, но опять-таки по информации правозащитников количество политзаключенных в Азербайджане перевалило за 300, с учетом того, что страна в общем-то небольшая сравнительно, 300 политзаключенных это конечно много, что же касается позиции так сказать наблюдателей, то имеется ввиду Европейского Союза, Запада в целом, ну все-таки понимаете, Асад, я так понимаю, что вы устраиваете параллель между Асадом и Алиевым, не получится там, так как в Сирии по многим причинам, все-таки, ну во-первых, гигантская поддержка Эрдогана, гигантская поддержка Эрдогана, Эрдоган воспринимается просто как, ну знаменитая позиция один народ, две страны, вот, то есть гигантская поддержка Эрдогана, это очень серьезно, ну и здесь, конечно, это поддержка, учитывая потенциал Эрдогана, учитывая, что Эрдоган это член НАТО, то есть это поддержка, это что называется очень серьезная политическая крыша, это первое, второе, это полезность азербайджанского газа для Европы, третье, все-таки, ну масштаб преступлений, который против своего народа, который совершал Асад, он, конечно, не сопоставим с тем, что делает Эрдоган, не сопоставим, и самое главное, по реакции, то есть, на самом деле, все-таки, Эрдоган не осуществляет геноцид собственного народа, а Асад это делал, Асад использовал против своего народа отравляющие вещества, это международные преступления по всем абсолютным меркам, ничего похожего Алиев не делает, поэтому ставить рядом режим Алиева и режим Асада абсолютно неправомерно, Асад перешел все границы, и конечно это был упырь, что называется с большой буквы У, конечно Алиев в этом смысле рядом не стоит, конечно, я понимаю, что тем людям, которые сидят в тюрьме при Алиеве, мои слова могут показаться кощунством, но здесь, извините, надо все-таки отдавать себе отчет, кто есть кто, преступления Асада неизмеримо больше, чем то, что делает Алиев, поэтому я думаю, что никакой аналогии здесь не будет, ну и сопротивление, все-таки сопротивление, так сказать, режиму Асада было гораздо более серьезно, сирийский народ, вы понимаете, половина населения практически было в бегах, ничего похожего, то есть Азербайджан, жители Азербайджана в принципе намного более толерантно относятся к режиму Алиева, чем жители Сирии к режиму Асада, ну и ситуация, на самом деле Сирия при Асаде была в руинах, а Азербайджан при Алиеве, в общем-то, это достаточно благоустроенная страна, в которой можно жить, жить в Сирии при Асаде было плохо, при Алиеве в Азербайджане жить, ну опять-таки я сужу по той информации, которая у меня есть, жить нормально, а что касается вашего предложения пригласить какого-то оппозиционера азербайджанского, я вам благодарен за этот совет, я постараюсь это сделать, здесь очень важно найти человека, который не был бы заложником своей оппозиционности, я очень постараюсь действительно найти вот такого эксперта, который был бы с одной стороны оппозиционен, а с другой стороны объективен, крабик кухонный, пару месяцев назад от неизлечимой болезни скончался великий ужасный создатель флебусты, сайта, где можно свободно скачать практически любую книгу сегодня от художественного ширпотреба до серьезнейшей научной литературы, каково ваше отношение к интеллектуальному пиратству в широком смысле этого явления, когда люди в условиях безденежной, государственной цензуры, других негативных реалий могут украсть, ну здесь пишет автор вопроса в кавычках, скачать из интернета или купить контрафакторную версию фильм, книгу, музыку, игру, картинку, программу в обход финансовых интересов автора этих произведений. Уважаемый коллега, понимаете, я на протяжении довольно длительного периода преподавал в том числе авторское право, спецкурс читал в университете, вот поэтому я бы вот именно опираясь на понимание, что такое авторское право, именно опираясь на понимание всей совокупности проблем, которые в этой связи возникают, мой все-таки ответ такой, для вот то, что вы называете кражей, то есть несанкционирование скачивания для личного потребления однозначно да. Я считаю, что знаете, здесь я считаю, что это нормально. Если человек скачивает что-то в том числе и в обход авторскому праву для личного потребления, это абсолютно нормально. И это как раз так сказать, ну вот действительно вопрос о знаниях без границ, вопрос о культуре без границ, о искусстве без границ и так далее. То есть, здесь я думаю, что все нормально. Второй вопрос, это если это для коммерческого использования, то здесь, конечно, должны быть жесткие границы. и последнее, последняя реплика, я думаю, что вопрос о защите своих авторских прав в значительной степени этим должны заниматься два субъекта. Первый субъект это сам автор, который, если он действительно хочет, ну, во-первых, есть авторские права, которые неотчуждаемы, то есть, это право на имя, то есть, никто не может взять и присвоить себе авторство. Ну, а что касается скачивания, то я думаю, что авторы, если они действительно хотят свое авторство коммерционализировать, то они имеют все возможности для того, чтобы его защитить. И, опять-таки, если человек скачивает для своих личных нужд, то я думаю, что нормальный автор будет исходить из того, что, ну, и хорошо, больше народу узнает, какой я великий. А если для коммерческих нужд, то здесь должны быть барьеры. Здесь это и платформы должны стоять на защите авторских прав, и сам автор тоже. То есть, мне кажется, вот это такой нормальный компромисс. Баллево,